Первый президент Нурсултан Назарбаев принял участие в международной онлайн-конференции, посвященной международной безопасности и возобновлению глобального ядерного диалога. Пандемия COVID-19 вызвала кризис. Но в истории человечества такие вызовы уже встречались и преодолевались. Уверен, что международное сообщество выдержит этот стресс-тест и преодолеет этот путь как победитель. Дорогие друзья, в этом году мир отметил трагическую дату. Ядерное оружие было впервые взорвано 75 лет назад. С тех пор выросло несколько поколений, которые забыли о катастрофах в Хиросиме и Нагасаки. Однако анализ глобальной ядерной архитектуры показывает, что это неправильный и опасный путь, сказал президент. Назарбаев сказал, что большую часть своей внешнеполитической деятельности он посвятил идеям и достижениям страны, свободной от ядерного оружия. Причина, по которой я это делаю, заключается, прежде всего, в том, что Казахстан – это страна, которая испытала всю боль ядерного испытания. Около 1,5 миллиона моих соотечественников получили травмы на Семипалатинском полигоне. Моим указом 29 августа 1991 года была закрыта одна из самых больших свалок в мире. Это решение стало первым в истории человечества юридическим запретом ядерных испытаний. Позже другие страны закрыли свои свалки. Таким образом, по примеру моей страны в других странах, эта инициатива стала глобальной. В то же время это решение легло в основу соглашения 1996 года о запрещении всех ядерных испытаний, сказал он. Казахстан Казахстан